Искусство меча, философия боя. В субботу в Иванове прошло четвертое открытое детско-юношеское первенство города Пэкэндо. Это современное искусство фехтования, ведущее свою историю от традиционных самурайских техник владения мечом. В Иванове приверженцы его появились больше 10 лет назад. С тех пор экзотическое искусство фехтования пользуется в регионе популярностью. А на соревнования в город Невест приезжают десятки спортсменов с разных уголков страны. В этом году у нас прибавилось еще два города. На данном турнире присутствуют участники с городом Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Иркутск. Количество участников с каждым годом увеличивается и радует, что все больше и больше появляется у участников возраста с 70 лет. Больше молодежи привлекает к такому виду спорта. В кэндо есть ряд непреложных правил, которые должен соблюдать каждый боец. Первое – закон мяча. Удар должен быть нанесен правильно. Нужно поразить соперника в определенную часть доспехов с определенного расстояния. Второе – закон тела, то есть правильная осанка бойца. И третье – немаловажное – закон сердца. Означает бодрость и энергичность духа при ударе. У каждого из участников был свой путь в кэндо. В детстве Даню, как у многих мальчишек, привлекла внешняя атрибутика. Но через какое-то время он понял – кроме доспехов и мяча существует философия боя. Чтобы побеждать, нужно быть сильным духом и телом. Правильно наносить удары, с правильной дистанцией попадать в определенную часть мяча. И главное – не выходить за площадку. Внутренний достой тоже, конечно, помогает. Мне кажется, главное – подготовка хорошая. Чем же ценой искусство фехтования для ребят, никогда не бывавших на родине кэндо в Японии? Почему родители отдают предпочтение именно этому виду спорта? Своего ребенка я привел в данный вид спорта по причине того, что данный вид спорта, скажем так, развивает сильную личность, закаляет характер. Человек со временем просто, ну скажем, с оперативностью может принять очень серьезное решение, что на данный момент очень важно. Ну и также физическая форма, физическая нагрузка. Еще один немаловажный критерий – безопасность. Воспитывая волю и закаляя характер, современный самурай надежно защищен от травм прочной броней. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.